друзья мои приветствую всех на канале просто дима и у нас сегодня еженедельный обзор стоянки автоконфиската в бресте чем сейчас пойдем посмотрим какие тут прошли изменения за неделю что продалось маршета новая появилась друзья но само собой перед началом видео друзья прошу всех очень прошу подписаться на канал кто не подписан вот прямо сейчас поставьте видео на паузу нажмите подписаться нажмите на колокольчик чтобы не пропустить следующее видео потому что ну по статистике я вам скажу ребята по статистике 80 процентов зрителей смотрят меня без подписки да я понимаю может контент не очень скажем так интересный но тем не менее друзья тем не менее уже более 90 тысяч подписчиков на моем канале вот-вот уже не за горами 100 тысячная планка очень хочется ее конечно добить не так это все просто на самом деле на ю тубе но тем не менее друзья если вам не сложно вот чисто так вот по-братски прошу подписаться ну а мы собственно говоря начинаем обзор посмотрим что нового так ребята пройдемся по старичкам само собой значит вот это вот вот этот galaxy увидите продан продан galaxy да ну собственно говоря я и не удивлен что продали состояние с большего более менее нормальной машины и цена была что-то в районе по моему 7000 или там 6 900 или 7000 рублей принципе может быть так в целом как бы вид у машины есть она заводная единственный нюансик там проблемы по винномеру но как бы собственно горе если вы собираетесь ездить по белоруссии страху большого нету а вот ребята смотрите омега новинка вот такая вот opel омега честно говоря не видел я ее как бы то видимо только-только вот где-то выгнали значит омега b такой цвет баклажан лада седан баклажан оригинальные колпаки резина зимняя но уже такая не очень хорошая плюс-минус на сезон ребята вот такие вот нюансы смотрите по крыльям по дверям есть как бы есть нюансы но ничего такого прям ничего такого прям глобального я не вижу на задних арках старый opel друзья старый opel никуда не денешься вот такой вот интересный тут интересный есть спойлер как бы это не на всех омегах это есть на седанах что-то видимо такое даже под оригинал потому что видите еще встроенная встроенная и ребята если зрение меня не подводит хэла то есть хэловский хэловский спойлер сзади из вот этот вот ну я так понимаю это сигнал повторитель тормоза ну как бы немножко да немножко освежает вид омеги фаркопа нету с этой стороны тоже вот так вот все выглядит уголки дверей ну как бы крыло крыло еще более-менее тут вот наклейки такие opel не знаю может что что-то сами уже клеили есть такой вот дефлектор или ветровик как он называется не знаю точно и какие-то зеркала ребята как от рестайлинга что ли ну да то есть сам опель не рестайлинговый морда но как бы зеркала такое ощущение как от рестайлинга ну то есть от 2000 года может это какая переходная уже где-то там может 99 какой год 98 99 да надо сказать что в целом то состояние для opel не самое и печальное вот такие вот по аркам нюансики заглянем сейчас под капот посмотрим что за мотор я уже неоднократно говорил что был у меня был у меня такой opel в эксплуатации неплохая в целом машина двухлитровый по ходу мотор стандартный для этих машин то есть ничего тут сложного ничего тут проблемного этих моторов да он конечно это не пушка гонка гонять он у вас не будет особо но как бы расход расход в районе там 9 10 литров по городу нами на автомате у меня был то есть на механике будет там я думаю что в районе там 9 даже может 8 с половиной смотря как ездить так он комплектный смотрю вот оптика вся целая противотуманки есть ну тут вот конечно нюансики есть по стаканам ну так я бы сказал ничего глобального тут тоже серии мешки все на месте немножко там вот в районе дроссельной заслонки как и запотевание какое-то машина очень тяжелая заднеприводная то есть чувствуешь себя в ней комфортно заглянем сейчас салон немножко подмерзли машинки небольшой морозить у нас ну вот тут вот что-то под выдрано с вот этой стороны заглушка не знаю есть она нету не готов же вам сказать за что забрали эту машину значит механика велюровый салон обычные крутилки то бишь не клейма даже кондиционера что ли нету ничего себе да походу кондиционера нету пятиступенчатая механика вот это больные вольные вот эти вот ручки в апелле этих годов они там тут резинка это она с годами ломается отлучивается кто-то уже изолентой перемотал а сидушка видно что уже помощь по машине что она ездила пятьсот девяносто шесть тысяч пробег ребята ну тем не менее коробочка переключается родная магнитола до аккумулятор явно севший есть люк люк кстати электрический но не факт что он работает тут все стандартно велюровый салончик вообще машина очень комфортно и очень комфортно и практически неубиваемая подвеска ну тут вот конечно коррозия тут присутствует но так с большего ничего глобального я не вижу ремешок колодки задние мотор возможно то есть моторное масло возможно подливали но я думаю что демонтирован бардачок то есть друзья возможно какая-то была тут контрабандная история конечно не готов вам утверждать но вполне возможно судя потому что вот здесь вот все так вот под выдрано но на все есть комплекте поэтому конструктор этот собрать можно ну да тут конечно вот парочкам парочкам конечно тут нюансов хватает друзья оценили его по моему в две тысячи восемьсот восемь рублей то чуть больше 1000 долларов стартовая цена да возможно для опеля и дороговато но в целом не самый плане самая плохая омега которую я здесь видел даже по моему в прошлом видео там есть омега которую там снимали радок вот господи сейчас сравнить вот посмотрите посмотрите на эту омегу всю покоцанную цена у нее правда поменьше 2024 рубля ну по сравнению с вот этой это омега просто ведро с болтами да не они нормальные видите молдинги еще думаю что меня что меня это какая-то переходная модель молдинги на дверях вот смотрите какие здесь такие черные а здесь цвет кузова то есть тоже как от рестайлинга хотя еще раз повторяю морда не рестайлинговая ну да 99 год это из 2000 года пошел уже рестайлинг так называемый opel omega 2000 то есть это собственно говоря видимо такая переходная версия ну честно говоря редко я таких даже и не видел чтобы вот посмотрите какие отличия да вот зеркала что сразу бросилась глаза какие на этой омеге и какие тут молдинги какие тут и какие тут вот так что так что машина интересная в целом не готов сказать что там она заводная не заводная ну как бы всегда можно приехать приехать и скажем так все это протестировать завести посмотреть все самому пощупать не в целом как бы состояние нормальное то есть 2000 за это лучше уже переплатить там за 2800 взять но как бы машина достаточно бодро смотрится выглядит так что тут и нас дальше друзья примки премьерка бензиновая двухлитровая 1436 рублей ничего не поменялось volvo v40 3207 рублей универсал 1.8 бензин еще одна премьера только это дизельная уже 972 рубля ребята на 100 97 год двухлитровый дизель я думаю что еще немножко уценится и заберут ее на запчасти как донора если мотор живой 982 рубля рено лагуна 96 год 1.8 бензин механика такая вот вся помятая с крыши помятый капотом крыльями под задержался уже здесь шаран volkswagen 1.9 дизель 99 год 8 359 возможно какие-то нюансики с ним есть дальше идем пушка гонка civic 1.4 бензин 94 год 1641 рубль друзья 1641 рубль дальше идем делматис 950 рублей 2000 год 125 тысяч пробег да вряд ли конечно это оригинальный родной пробег что тут ничего не поменялось ничего не поменялось mercedes-benz t1 207 d 208 виноват 3 121 рубль 2.3 дизель 91 год mb 100 992 рубля друзья 89 год 2.4 дизель 2 старых mercedes так что тут наш самоделкин 718 рублей самодельная машина маркой модель не установлена да друзья вот что-то начинает сыпать но конечно с прошлого видео как помните там все было засыпано снегом видите уже ничего от снега практически не осталось все растаяло погода непредсказуемость сегодня растаяла завтра может опять снегом засыпать вектор b 18 бензин механика универсал 98 год 1409 рублей есть на втором канале обзор это новинка с прошлого раза дракошкин b2 passat дизель 1231 рубль кстати кто-то написал из подписчиков что 1 и 9 стоит дизель так что вы тоже интересный вариант на 1 и 9 дизеля понятно что это уже свап какой-то караван гранд караван dodge 2002 год 33 бензин автомат 5216 5216 рублей вот такой большой белый холодильник но состояние не очень поэтому поэтому пока и не продается passat 94 год б 4 дизель 1 и 9 универсал 4762 пассаты пассаты у нас любят но состояние скажем так не очень поэтому поэтому пока пока стоит ох тут уже как-то пустовато volvo 740 2 и 3 бензин 1404 рубля шведский танк на втором канале есть обзор нету ребята матиза о думаю что не хватает продали продали матиз один остался то есть тут был такой по-моему он чуть подороже и такая более нафаршированная у него комплектация mitsubishi galant 98 год 2.5 бензин механика 2349 рублей ну да потихонечку уценивается то есть уже меньше 1000 долларов так что кому интересно приезжайте смотрите ну и заходите на втором канале на лайв канале есть обзор mercedes-benz 190e 85 год 2 литровый бензин 1458 рублей вот этот mercedes ребята просил посмотреть кто-то из подписчиков на втором канале обязательно посмотрим так что кому интересен данный аппарат заходите на второй канал просто дима life и посмотрите там будет обзор этого пепелаца сиат и биться 97 год 1.4 бензин 1856 рублей ребята трехдверный хэтчбэк уже это не новинка достаточно давно но как бы в целом неплохая машина как как первая машина где-то для студента для начинающего водителя как бы машина простая неубиваемая куча на них запчастей то есть это по идее тот же скажем volkswagen polo тех годов ничего как бы у них только кузовня отличается остальные все агрегаты идентичные форт taurus taurus точнее for taurus 96 год газ бензин 3 литра 2019 рублей тоже ребята уже меньше 1000 долларов стоит вот этот вот чудо чудо седан огромный американский седан citroen berlingo это по моему новинка с прошлого раза друзья и не успела она понятно уцениться 1.8 газ бензин 98 год 3996 рублей просил его тоже подписчик один из подписчиков показать на втором канале покажем заходите кому интересно двенашка лада 891 рубль нету желающих дальше идем транспортер т45 578 24 дизель ну тоже странно что он тут как бы уже под задержался я думал что заберут его все-таки цена хорошая лагуна еще одна газ бензин только тут уже 18 1263 рубля но она не намного лучше той транспортер тоже эта новинка с прошлого раза показывал я был он еще на той закрытой площадке за забором 95 год 1.9 дизель и цена 8316 рублей так что ребята 22 белых транспортера если вы любите транспортеры и пожалуйста приезжайте смотрите ну что тут осталось посад b3 1.8 бензин газ бензин 2025 рублей ну такой по кузову конечно достаточно проблемный подуставший я бы даже сказал что еще у нас тут осталось мотоблок или культиватор фермер 1835 рублей ну очень дорого и вот это вот вот это вот чудо разболтайка вот это вот мотоблок вместе с самодельным прицепом 864 рубля но это не мотоблок это скажем так это только только основание надо полностью мотор менять в общем такое себе приобретение да собственно говоря и все друзья о смотрю да ребята 2 в продан да вот видите тоже мои прогнозы оправдали что надолго но здесь не задержится дав xf 105 продан шоссе ну а вот этот вот аукцион пройдет сегодня я видео снимаю четверг это вы выйдет она в пятницу то есть пятницу свету бишь день выхода видео будет аукцион на вот это шоссе man тга 18.400 я думаю что заберут тоже туманы у нас не так ценятся во первых во вторых он и подороже немножко поэтому я думаю что заберут надолго он тут не задержится так ну и тут ребята еще стоит вот это вот кукушка audi q7 2008 год двигатель не установлен ну понятно на разобранное состояние сюда поступило то есть 6831 рубль ничего друзья не поменялось пока все вот такой вот был обзор конфиската основе новинок особо кроме той омеги нету но я кстати такая еще может быть даже за эти деньги скриншоты я правда проданных авто как обычно прикреплю сейчас конце видео и друзья пойдем сейчас на второй канал посмотрим пару тачек для моих подписчиков все всем большой респект никому не болеть и друзья увидимся на следующей неделе пока пока удачи Субтитры создавал DimaTorzok